Планерное совещание начали с поздравления. Постановлением губернатора Кубани Александра Ткачева Анопчанка София Соломонова, фельдшер-лаборант удостойна высокой награды. Почетного работника здравоохранения Кубани поздравили в Большом зале администрации. И далее продолжили в установленном порядке. О криминогенной обстановке в городе доложил начальник отдела МВД Андрей Терехин. Задержан подозреваемый в нескольких нападениях на таксистов. Раскрыты два дела об угоне автомобилей. За неделю из нелегальной продажи изъяли 150 литров алкоголя. Сотрудники полиции проверили 62 иностранных гражданина. 17 привлекли к административной ответственности. Гости из Казахстана принудили вернуться домой, предварительно уплатив штраф в 2000 рублей. Гражданина Армении депортировали через специальный приемник для иностранных гостей. Сотрудники миграционной службы за неделю провели 7 проверок. Из них выявлено 54 правонарушения на общую сумму 29 тысяч рублей. Из этих мероприятий 4 наиболее значимые. Это был составный протокол в отношении юрлица ООО «Трейдмарш». Вынесено судном в субботу решение по 250 тысяч штрафов, но в этот суббот в отчет они не пойдут. Выдворено два человека. Первый вице-мэр Светлана Яровая напомнила о графиках дежурств, выходные и праздничные дни. Коммунальные и энергоресурсные службы должны работать без сбоев круглосуточно. Любое отклонение от нормы недопустимо. Готовность к работе аварийных бригад. Прошу обратить особое внимание на готовность работы по вывозу бытовых отходов в праздничные дни, соблюдение графика. Готовность дорожных служб на случай выпадения осадков. Прошлогодняя история с отключением света в станице Анавской не должна повториться. По 6-800 люди сидят без электроэнергии. Вы себя поставьте на их место. При температуре 0 на улице, при электрическом котле, который запускается, газовый котел, запускается при наличии электроэнергии в сети. Поставьте себя на место. И дети вот такие бегают рядом. И посидите без электроэнергии. Начальник транспортного управления Юрий Кудрявцев получил задание еще раз проверить график движения общественного транспорта и еще одно задание Светланы Яровой. Общее. Не тянуть долги и невыполненные задания в Новый год. Обещание властей, данное в начале года, выполнено. 568 многодетных семей за этот год получили земельные участки. Очередь продвинулась даже дальше намеченных планов. Мы обещали. Порядка 450. Да. То есть, как бы, да не как бы, а слово в этом вопросе здесь держали. Для сравнения. Помнишь, я говорил, земли нет в Анапе. Все из расхода. Оказывается, она есть. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отчиталась о поступлениях в бюджет и о расходах. Консолидированный бюджет края на сегодняшний день поступило 4 миллиарда 294 миллиона. Это 109,2% уровня прошлого года. Прирост мы получили 362 миллиона рублей. О работе учреждений здравоохранения доложила на планерке заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Детская поликлиника в обычном режиме будет работать 4 и 8 января. В остальные праздничные дни запланированы дежурства медгрупп. 1 января по сложившейся традиции в городской больнице детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В школах и детских садиках с 24 декабря начнут поздравлять детей и дарить сладкие наборы от мэра Анапы Сергея Сергеева. Подводя итоги уходящего года, мэр Анапы подчеркнул, и все-таки основной показатель работы не увеличение местного бюджета, который за этот год вырос на 362 миллиона, а отношение к людям и отношение напчан к власти. Хорошая работа заметна всем и обойти лучших вниманием невозможно, а напчане в очередной раз доказали, умеют работать в команде и готовы работать в следующем году. И, как отметил Сергей Сергеев, желательно в таком же количественном и качественном составе. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.